Помочь тем, кому некому помочь. Вопустница детского дома готовится к новоселью. В квартире, где она была прописана, городские власти сделали ремонт. А сегодня девушки привезли мебель. Раньше в квартире сесть было некуда, отсутствовали даже стулья. А теперь здесь можно будет жить. Пока в этих окнах нет даже занавесок. Здесь Наталья была прописана до того, как попала под опеку государства. Квартира находилась в запущенном состоянии. Чтобы привести ее в порядок, выделили средства из муниципального бюджета. Установили новые окна, сантехнику, заменили двери. Но квартира оставалась совершенно пустой. Квартира ей была отремонтирована. Девочка учится в училище. Пока не нажит еще тот бытовой скарб, который необходим в жизни. И поэтому мы решили взять такое шефство. Есть жители города Мурманска, которые меняют мебель, меняют бытовую технику. И вот решили поделиться теми, той мебелью, которая уже оказалась ненужной. Но тем не менее она в хорошем состоянии. И я думаю, что Наташа тоже послужит. Администрация Мурманска выдала сертификат на улучшение бытовых условий. А городская газета помогла с техникой для дома. Наташенька, смотри, мы идем от вечернего Мурманска. Обручаем вот такой вот волшебный горшочек до мультиварка. С ней очень просто научиться готовить. И блендер. Вот смотри, в хозяйстве все тебе это пригодится. Давай. За свои юные годы девушке уже пришлось многое пережить. Но, как оказалось, став выпускницей детского дома, она не осталась одна. Нашлись тех, кто готов ей помочь. И сейчас у Натальи простые домашние хлопоты. Правильная расстановка мебели. С этой стороны поставлю. С этой стороны будет телевизор. Как бы хотелось. Стенку. Спасибо большое. Мне очень приятно. Вместе с мебелью девушки привезли карнизы. Будет на что повесить шторы. Сразу станет уютнее. Наталья мечтает переехать домой как можно скорее. До этого ей приходилось ютиться в общежитии.